Платить только за реально потребленные коммунальные услуги и не зависеть от самоуправства управляющей компании. Такой путь, который обязательно, по мнению людей, приведет к экономии средств, выбрали жильцы одного из высотных домов Волгограда. Они установили в своей многоэтажке общедомовые приборы учета. Рассказывает Наталья Стегнцева. Подвал дома номер 11 по улице Ким в Ворошиловском районе Волгограда смело можно назвать подвалом образцового порядка. Сухо, тепло, нет характерных для таких мест запахов, а проходящие здесь трубы системы жизнеобеспечения дома радуют глаз своей новизной. Ответственный за все это добро член правления дома Сергей Жижин с гордостью показывает общедомовой прибор учета тепла. Прибор, в принципе, очень дорогой теплоком. Он показывает в любой момент времени показания движения воды, давления, температуру и расход электричества. Соответственно, это по модему идет в управляющую компанию, с которой будет заключен договор, и она будет вести учет именно по этому прибору. Соответствующие общедомовые приборы учета установлены также на холодную воду и электричество. У нас установлено два счетчика. Один счетчик общего имущества и счетчик по дому по жильцам. Мы ими пользуемся. Соответственно, я веду учет для себя лично и в то же время буду приходить в управляющую компанию и с ними вместе и снимать показания и вести учет, чтобы не было у нас недоразумений в платежах. Увидеть реальную картину по энергопотреблению жильцы смогут в квитанциях за январь. По остальным коммунальным благам позже, пока идет регистрация счетчиков. Но в любом случае жильцы надеются на экономию. А главное, они не будут теперь зависеть от самоуправства управляющих компаний, которые, как доказывает жизнь, могут и завысить плату за общедомовые нужды. Правительством Волгоградской области, Министерством строительства разрабатывается концепция реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства региона. Кроме того, разрабатывается стратегия взаимодействия с управляющими компаниями, в том числе и в части правомерного начисления платы на общедомовые нужды. Особый акцент стоит уделить созданию советов домов, которых на сегодняшний день в регионе создано 66%. Но эта работа ведется планомерно. В настоящее время поставлена задача перед органами местного самоуправления активизировать работу по созданию советов многоквартирных домов. Что касается ситуации с завышенными начислениями в декабре за электроэнергию на общедомовые нужды по отдельным управляющим компаниям Волгограда, то Госжелнадзор продолжает проверку жалоб граждан. В целом по региону общедомовыми счетчиками электроэнергии оснащены 69% многоквартирных домов. По остальным коммунальным ресурсам показатель значительно ниже. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».